Друзья, привет! Симферополе в аэропорту. Второй раз отсюда вылетаю за эти полгода. Изменения потрясающие. Он был пустой, еще не обустроенный в апреле, хотя покорял уже тогда светом, воздухом, элегантностью сооружение, обилием зон для ожидания. Сейчас здесь очень много точек питания открыли. Туалет показывать не буду, поверьте на слово. Они чистые, уютные, комфортные. Меня подкупает, знаете, что меня подкупает? То, что тут можно выпить алкоголь на розлив. На розлив и крымские вина в том числе. Вот там вот прям даже такой целый винный дворик есть. Не подумайте, что я алкоголичка, но после двух недель в Крыму, проведенных достаточно стрессовой обстановке, выпить мне вот совершенно не мешает. Я вот сейчас, наверное, пойду вот сюда в винный дворик. Вот. И вот в этом винном дворике чего-нибудь дегустирую. И вам потом расскажу, чего пила. Вот. Хорошо? На связи, Солнцево. Вот еще тут все улыбаются. Это магазин с вертельными германскими винами. Я дошла к молодому человеку, он так улыбнулся. Я спросила у него, есть ли вино Альмавелли. Он сказал, соседний магазин. Вот я пришла в соседний магазин. Альмавелли фирменная. Смотрите, какая красота. Ага. Вот завидуйте мне сейчас. Буду выпивать. Девушки, а мне нужно оранжевое вино. Оранжевое вино есть у вас? Нет, я не закладываю. Ну, так же вообще невозможно. Вот оранжевого вина не было. Хотя очень хотелось его попробовать. Буду пить красный виноар. Буду пить обычный терпкий, вкусный. Магазин, конечно, притательный. Но девушки тут не улыбались. В отличие от молодого человека, который в Инкермании улыбался. Следующий бокал пойду пить в Инкермании. Вот так вот. Вот. Друзья. Ваше здоровье. За Крым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...